Амир Нурмухаметов родился в Казани в интернациональной семье. Мама армянка, папа татарин. Но в свои неполные 8 месяцев мальчик останется без отца. Он с мамой вынужден спешно покинуть Россию. За 3-4 дня до рождения ребенка меня поставили перед фактами из УФМС, что вас хотят отказать. Мы в шоке, уже бежим туда, по кабинетам. Анна Ванысян приехала в Казань 8 лет назад получать ученую степень. Она врач-онколог. Необходимость в российском гражданстве возникла после того, как Анна вышла замуж и устроилась работать в республиканскую онкологическую больницу. Я подала на том основании, что получила высшее образование в России. То есть и ординатура, и аспирантура по закону о высшем образовании считаются формами высшего образования. По действующему на тот момент законодательству у нее не было основания на получение гражданства в упрощенном порядке, так как она получила высшее образование в Армении. И в связи с тем, с заключением ФМС России по республике Татарстан, ее документы были возвращены, они были сняты с рассмотрения. Уверенная в своей правоте, Анна Ванысян обратилась в суд. У меня сейчас в руках как раз то самое решение суда, в котором черным по белому, в общем-то, и довольно четко написано, что суд признал незаконными действиями УФМС и обязал это самое УФМС принять заявление о гражданстве. Однако реакции миграционной службы не последовало. Они уверены, что закон на их стороне. По решению суда было признано, что необходимо принять документы. У нее примут документы, но она должна предоставить весь пакет документов. И согласно российскому законодательству в этот перечень документов входит вид на жительство. Действующий вид на жительство. А у нее, к сожалению, на данный момент действующего вида на жительство нет. Сейчас Анна собирает чемоданы, а в Россию она не сможет вернуться как минимум три месяца. Но сразу после того, как ее молодая семья воссоединится вновь, намерена доказать, что с ней поступили несправедливо. Мы настолько уже устали бороться, бегать по всем инстанциям. Я в настоящий момент владею пятью языками. Это значит, что я в более 500 странах мира могу себе найти место со своей профессией, со своими знаниями. Просто мой муж, он реальный патриот своей страны. Он хочет жить в своей стране. Хочет, чтобы его ребенок вырос в своей стране.